Добрый вечер. Проверили мы звук. Всё хорошо. Я уже понимаю, что меня слышно. Будем начинать сегодня следующий вебинар. Итак, включаем запись. Итак, добрый вечер, коллеги, партнёры и единомышленники, потому что все мы с вами в одном очень интересном проекте. И, конечно же, мы действительно смело можем называться единомышленниками. Сегодня мы будем раскрывать третью тему, третий вебинар у нас. Весь цикл назван «Простые шаги, приводящие к успеху». Это те шаги, которые мы делаем, дублируя друг друга, может быть, дублируя более успешных наших партнёров, коллег, лидеров каких-то, за которыми мы пошли, которые нас пригласили. Когда мы дублируем их работу, выстраивая свой маленький бизнес и делаем эти шаги достаточно правильно, то наш маленький бизнес, конечно, превратится в большой. И это наша главная цель. Итак, меня зовут Любовь Фёдорова. Я на русском языке пока что читаю дубликацию. У нас она проходит на разных языках. И вот на русском это моя прерогатива. Являюсь фигурнальным куратором Латвии и с удовольствием делюсь своим опытом. Итак, весь курс дубликации у нас заключён буквально в таких семи задачах. В семи задачах спонсора. Это такой, можно сказать, термин есть у MLM-щиков. И такой термин мы часто употребляем в разговоре, потому что мы являемся наставником, мы являемся пригласителем, спонсором того человека, которого мы пригласили. И мы стараемся его обучить, ввести в систему, ввести в курс дела, каким образом у нас построен вообще весь проект и как поставлена работа внутри. Итак, мы уже рассмотрели первую задачу постановка целей, то есть каким образом мы ставим свои цели, формируем, как мы выстраиваем и помогаем поставить цели своим приглашённым, как цели свои собственные, личные в своей жизни, также и цели в достижении каких-то рангов, цели в продвижении по карьерной лестнице, так скажем. Потому что без цели у нас, естественно, ничего не получится, но нам надо понимать, куда нам идти и ради чего нам идти. Также мы поговорили о контактах, насколько важны контакты в нашей жизни и те люди, которых мы уже знаем, и новые знакомые, которые у нас только появляются, и холодный рынок, которые мы совершенно не знаем, казалось бы, людей мы этих не знаем, но если мы делаем правильные какие-то шаги, то вот этот холодный рынок постепенно становится нашим тёплым рынком, нашими знакомыми, с которыми мы потом строим какую-то команду, структуру, которая становится нашими коллегами. И сегодня мы поговорим о планировании, об управлении своим временем, потому что планирование не менее важно, чем постановка цели. Мы можем мечтать, мы можем даже знать, чего мы хотим, но нам в обязательном порядке нужно понимать, как мы пойдём к своей цели и чётко распланировать все свои шаги. Какова вообще цель планирования? Это повышение эффективности, увеличение продуктивности, так скажем. В любой работе, что бы мы ни делали, нам же важен результат, правильно? И чем правильнее мы спланируем, чем правильнее мы шаги сделаем, тем, естественно, будет лучше, продуктивнее наш результат. То есть благодаря тому, что мы учимся планировать, мы многое успеваем, мы более эффективно выполняем свою работу, мы даже домашние дела, мы делаем гораздо быстрее, если мы чётко распланируем, что и зачем нам нужно сделать. Мы понимаем, что время – это такой уникальный ресурс, который невосполнимый, который невозможно ни одолжить, ни остановить, ни ускорить. То есть мы не можем даже купить, если у нас будет очень много денег, но потерянное время мы никогда в жизни не сможем вернуть. Поэтому очень важно, чтобы мы научились прям вот действительно управлять этим временем. Его даже невозможно экономить. У нас есть такое выражение – нужно, чтобы сэкономить время, нужно там что-то быстренько сделать. На самом деле это слово совершенно не подходит ко времени, потому что его невозможно экономить. Его можно только потратить другим образом на вещи, которые имеют большую ценность. И таким образом получается, что мы начинаем этим временем просто управлять. Эта наука называется тайм-менеджмент, и этому очень многие люди учатся. И там есть такие нюансы, которые действительно, когда не знаешь, может быть, и не получится так эффективно, как бы хотелось. Мы еще часто бываем в таком состоянии, не знаю, за что хвататься. То есть у нас бывают такие дни, когда мы вот живем вроде бы откладывая что-то на потом, то есть какие-то дела, мы понимаем, что они не столь важны, можно их сегодня не делать, можно их даже завтра не делать, а это будет послезавтра. Еще послезавтра у меня по плану что-то есть, а потом, когда наступает послезавтра, послезавтра мы понимаем, что послезавтра появились еще какие-то неотложные дела, которые нужно уже сделать. И таким образом, если мы не распланировали, если мы вот потратили время немножечко не так, как было бы правильнее, у нас получается аврал. И мы вот когда наступает этот день послезавтра, у нас наступает такое состояние, я не знаю, за что мне хвататься, у меня все из рук валится. И, естественно, это совершенно не подходит, вот такое состояние совершенно не подходит, если речь идет конкретно о нашей какой-то личной эффективности. Вот и для этого мы и будем учиться управлять своим временем. То есть это, во-первых, самый важный необходимый ингредиент успеха. Если считать, что успех – это такое блюдо, которое мы готовим, создаем его сами, то управление временем очень важно для этого. И основной секрет личной эффективности заключается именно в правильном распределении времени. И можно сказать, что все успешные люди, они все делают это, они делают это в обязательном порядке. У них есть разного рода планеры, они разного рода сами для себя придумывают, каким образом им делать этот план. Я не понимаю, у меня… Так, так, так. Вроде солнца нету такого яркого, у меня что-то какой-то перепад цвета получается. Вот. Поэтому сейчас мы об этом поговорим поподробнее. То есть самое первое правило в тайм-менеджменте – это правило 6П. То есть правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. То есть планировать и думать всегда нужно только до бумаги. Если нет этой цели на бумаге, ее практически не существует. И мы вот как раз очень подробно это говорили на первой теме, когда у нас была тема цели. Кстати, на YouTube в записи под роликом будут предварительные ссылочки на предыдущие части, которые можно будет просмотреть. Что можно сказать об этом? Если мы думаем, что мы можем в голове удержать какие-то очень важные дела, то, конечно, часть мы этих дел можем удержать. Но большинство каких-то, может быть, мелких деталей, которые тоже являются важными, мы можем потерять. Мы можем потом вспомнить их, мы можем потом броситься что-то исправлять. Но очень сложно в голове все удержать. Есть... Вот я сейчас даже взяла такую небольшую выдержку из книги. Питер Друкер написал книгу «Эффективный управляющий». И он рассказывает о том, что если людей содержать в темном помещении, то вот они чувство времени теряют очень быстро. Даже в течение дня они уже потеряются. То есть в полной темноте, даже в полной темноте, большинство людей как бы сохраняют чувство пространства. То есть мы примерно увидели комнату, и мы в темноте, если у нас потухнет свет и ничего не будет, то мы примерно будем понимать, где дверь. Мы можем дойти до этой двери. Мы будем понимать, где окно. Мы можем дойти до этого окна. Но временное пространство мы потеряем. Вот я вам даже цитату из этой книги приведу, что находясь даже в освещенном, но замкнутом помещении, вы уже через несколько часов перестанете ощущать движение времени. И если вы захотите подсчитать, как долго вы находитесь в таком помещении, вы сильно ошибетесь в своих подсчетах. Поэтому если мы полагаемся на нашу память, мы не замечаем, на что расходуется наше время. То есть если у нас не будет запланировано, то может получиться так, что мы будем думать, я еще успею, еще успею, еще успею, а потом раз и все. И мы потеряли все это чувство времени, потеряли. И у нас уже не осталось на это, на вот эти какие-то дела, которые мы думали, что мы сделаем. У нас уже не осталось времени сегодня. И хорошо, если их можно сделать завтра. Но печально, если их можно было сделать только сегодня. И я хочу сказать, что это относится не только... Я не хочу делать акцент на то, что вот мы находимся в проекте и вот проецировать прям все на наш проект. Да, мы планируем все для того, чтобы как раз-таки позаниматься нашей структурой, позаниматься тем, что мы почитаем какую-то литературу в плане по проекту, что-то новенькое, изучим какие-то, может быть, изменения в маркетинге или наоборот планируем встречи и хотим с кем-то побеседовать, что-то до кого-то донести. Чтобы на все это в нашей жизни хватало времени, и мы всегда находились в хорошем, уравновешенном состоянии, нам именно для этого нужно научиться планировать и свои собственные дела, и свою основную работу. Потому что очень многие люди у нас имеют основную какую-то работу, и в проекте они не с утра до вечера. То есть это их хобби, например, как у меня. Это хобби. Но я ему посвящаю действительно, наверное, 50% своего времени я посвящаю. Потому что кроме того, что еще читаю вебинары, вы все знаете, что занимаюсь организационной работой, и действительно мы для партнеров, для компаний делаем, проделываем большую работу. И сейчас тоже мы начинаем подготовку к экофесту. Мы об этом еще пока не говорим, но уже в кабинетах все знают, все видели, объявление стоит, что объявлен конкурс. Вот поэтому подготовка уже начата. Несколько статистических фактов по тайм-менеджменту. Существует такое правило 10 на 90. То есть 10% времени, которое мы тратим на планирование до начала выполнения какой-то задачи, сэкономит 90% времени при ее исполнении. То есть если мы четко распланируем, как мы будем делать, и что мы будем делать, вот какое-то основное дело, то мы его сделаем настолько быстро, что 90% времени, который мы могли бы потратить без плана, без продумывания каждого шага, у нас сэкономится. Но опять-таки я говорю сэкономится, мы его сохраним для каких-то более интересных и более важных задач. И работа со списком запланированных дел в первый же день увеличит производительность на 25%. То есть если человек никогда этого не делал и всегда хаотично вставал и делал, вот мне надо сегодня это, 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 потом вспомнил, вот еще что-то нужно сделать, а вчера я забыл, но вот сегодня хорошо я это сделаю, то если мы четко распланируем все свои дела и сразу их запишем, то 25% времени мы сэкономим, когда мы начнем их выполнять, потому что у нас даже перерывы между ними будут меньше. У нас даже очередность, мы сможем быстро глазами увидеть свой список, мы сможем даже очередность выстроить так, чтобы не терялись какое-то время на то, что мы вот одно закончили, потом перешли куда-то там или переподготовили там ту же комнату или еще что-то. То есть мы понимаем, что когда мы видим весь список, мы четко, может быть, мы написали список из 10 дел, а начнем прямо с 10, потому что мы будем видеть, с чего нам проще. Так же, как мы заходим в большой супермаркет, видя список своих продуктов, которые мы дома написали, глядя в холодильник, а в супермаркете мы знаем, что магазины огромные и там молочные продукты с одной стороны, хлебобулочные с другой стороны, то, естественно, мы пойдем по кругу, чтобы не тратить даром время, можно так сказать, и мы, может быть, не четко по списку будем покупать в той очередности, в которой мы написали эти продукты, а мы будем покупать, можно сказать, по пути своего следования, чтобы сделать один круг по маркету, а не бегать от стеллажа к стеллажу и по нескольку раз через одну и ту же точку побегать. То есть вы понимаете, я беру обыкновенный такой бытовой совершенно пример, и он тоже показывает, и мы, наверное, часто с этим сталкиваемся, и я думаю, каждый из нас с этим сталкивался, когда ты заходишь в новый маркет, и ты не знаешь, где что находится, и действительно очень теряешь много времени, пока найдешь этот товар, пока от одного стеллажа до другого добежишь. Вот. Поэтому мы говорим о том, что мы время тратим на задачи высшей и важной ценности. Это, по большому счету, одно из тоже ключевых правил тайм-менеджмента. Если мы подумаем, за что нам платят, вот если мы, допустим, работаем по найму, то мы можем получать зарплату за то, что выполняем постоянно одну и ту же работу, допустим, кто-то на конвейере стоит, кто-то, ну, в охране даже, вот взять охрану, да, человек больше, чем своя ставка, получить не может. Врачи, учителя, у них тоже есть определенная ставка. Да, они выкладываются, да, им нужно быть эффективными, но им платят за определенные отработанные часы, и все. Вот. А кто-то получает конкретно за результат. То есть у кого-то есть определенная норма, и чем больше ты сделаешь, тем больше ты получишь. То есть у тебя не какая-то ставка, не какой-то конвейер, где ты просто отрабатываешь часы, а за результат. И в нашем случае, в нашем компании у нас маркетинг поставлен так, что если мы научимся дублировать систему работы, можно так сказать, успешных людей нашей компании, успешных лидеров, то как раз-таки результат у нас будет более высокий. И мы получим за этот результат гораздо высшую плату. потому что у нас как раз работа построена, что мы работаем на результат. очень важно, чтобы вот своя эффективность все-таки повышалась, а нам надо, чтобы она повышалась не только для того, чтобы кто-то это видел вокруг, а чтобы мы сами внутри это чувствовали, чтобы мы сами внутри себя уважали, чтобы мы сами внутри себя хвалили. Даже то, что не видят окружающие, мы можем делать, и это будет повышать нашу эффективность. Потому что чем больше мы будем уважать себя, чем больше у нас будет уверенности в себе, тем внешний результат тоже будет выше. Для этого есть такое вот правило, я где-то услышала на каком-то вебинаре, мне это очень понравилось, включать обогащающие и выключать обедняющие привычки. То есть посмотрите, какие привычки вредные, какие привычки наш уровень интеллекта, может быть, даже понижают. Лучше делать то, что нас развивает, то, что нас обогащает. И там спорт какой-то дополнительный, может быть, кто еще, кто не занимается спортом, может быть, элементарно 5 минут или там 10 минут утром выделить на утреннюю зарядку. Это не только вызовет самоуважение и, как бы сказать, мы будем довольны с собой, какой я молодец, я все-таки это сделал. Вот я не находил время, там я лежал лишние 10 минут, а здесь я сделал зарядку и провел с большей пользой, провел с большей пользой время. Так, что у меня произошло? Что-то произошло. Поэтому, когда мы научимся включать какие-то дополнительные, обогащающие привычки, то мы будем более эффективны потом и во внешних каких-то делах. А еще важно уже представлять себя эффективным, то есть представлять себя, что я успешный, успешный, у меня все получается. И даже такой вот элементарно мелкие вещи, как, допустим, выполнять какие-то домашние дела, очень четко, очень правильно распланировать их. Знаете, представить себе немножечко, что мы ждем какой-то контракт, мы знаем, что нас пригласят на работу, и как будто бы уже сейчас за нами наблюдает наш будущий работодатель. То есть представим себе, что за нами кто-то ходит уже с камерой, и он фиксирует все, как мы просыпаемся, как мы завтракаем, то есть как эффективно или неэффективно мы тратим свое время, мы проводим свой день. И если мы будем постоянно об этом думать, то очень включается такой механизм у нас, он сам, он интуитивно включается, не тратить время попусту, не тратить время на какую-то ерунду, а делать только полезное дело, только то, что нужно. То есть делать дело быстро, делать дело четко. И когда мы будем думать, что вот по этим нашим делам нас оценят, и от этого зависит, получим мы контракт или не получим, у нас действительно такая дисциплинированность включается. И опять-таки мы когда к вечеру видим, сколько мы успели за сегодняшний день сделать, как качественно мы успели все это сделать, у нас опять-таки повышается самооценка и повышается самоуважение. То есть когда мы, это позволяет нам все-таки тратить время на задачи высшей и важной ценности. Вот это очень важно. То есть когда мы планируем, но мы этот же план еще должны и выполнять для того, чтобы все это происходило. Очень важно представлять свои цели, чего конкретно мы хотим. Когда мы знаем свои цели, мы это говорили на первом вебинаре, когда была у нас первая тема по целям, когда мы четко знаем свою цель, мы тогда знаем, куда нам идти, в каком направлении. И в этом направлении мы четко можем планировать абсолютно все и каждый свой шаг. То есть мы уже сказали, цель важна, мы уже умеем их ставить. Но теперь… А, мы еще говорили, что мы к этой цели можем наметить путь. То есть мы знаем, по какому пути, по какой дорожке мы пойдем к этой цели. И вот дальше включается планирование, когда мы планируем каждый шаг. Мы знаем, какой шаг, что, зачем мы будем делать. Очень хорошо планировать от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному. То есть как в целях. Мы ставим большую цель, потом маленькие по цели. Так и тут. Мы планируем самые важные, самые грандиозные дела. И дальше мы понимаем, чтобы сделать это большое дело, мне нужно проделать еще это, это и это. И вот получается, что мы планируем от большого к меньшему. И все это расписываемся, сосредоточимся на самой важной, допустим, цели, на самом важном задании. И дальше можно использовать дерево решений. Это конкретно относится и к целям, и к планированию. То есть мы сначала можем, в целях мы можем говорить, чего мы хотим и что нам необходимо еще сделать для того, чтобы дойти до этой цели. А в планировании мы конкретно планируем эти шаги, как мы будем это делать, чтобы дойти к той цели, которую мы написали. Также, когда мы планируем какие-то дела, неважно, это план на неделю, это план на месяц, или это план на день, есть такой принцип. То есть у нас могут встречаться дела, которые нам не очень нравятся, которые нам сложно сделать, неприятно сделать, но это просто необходимо. Например, сделать какой-то звонок, сказать какому-то человеку «нет», что тоже очень тяжело. Мы понимаем, как это сложно сказать, чтобы человек и не обиделся. И Брайан Трейси называет это «съесть лягушку». То есть есть такой принцип «съесть лягушку». Что это значит? Это значит, что самое-самое-самое сложное, самое неприятное дело нужно ставить в этом списке первым. То есть если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, утешением может случиться то, служить то, что это будет самое плохое, то, что может с вами случиться за весь день. Поэтому мы всегда ставим его на первое место. И когда мы его выполним, у нас гора с плеч, у нас камень с плеч. И это дает очень большой заряд бодрости на целый день. Когда мы самое сложное или самое неприятное ставим на первое место, как говорится, сделали и забыли. Выдохнули и с хорошим настроением пошли уже дальше к своему плану, мы переходим уже к своему плану, который у нас есть на том же листочке. Есть еще такое понятие прокрастинация. Мне тоже об этом хочется пару слов сказать, потому что с явлением как таковым я сталкивалась и сама лично, и у других людей. Не знала даже, как это называется. Но вот нашла, изучила, и действительно это прям целая наука. То есть прокрастинация – это постоянное откладывание важных дел, заданий, каких-то поручений вот прям до последнего момента, который приводит потом к негативным последствиям, естественно. Потому что мы же в тот момент, когда мы откладываем, мы мучаемся на самом деле. Мы мучаемся, потому что мы понимаем, что его все равно надо сделать. И если это как раз еще и та же лягушка, которая самое неприятное дело за сегодняшний день, то это вызывает вот эти негативные эмоции, какие-то душевные страдания даже вдвойне. Потому что мы понимаем, надо, ой, не хочу. И мы не можем выполнять другие дела или у нас нет столько энергии, чтобы выполнять какие-то другие дела, потому что мы их просто делаем для того, чтобы как-то занять время. Потому что самое главное, мы отодвигаем, отодвигаем. У нас в это время, чем дольше мы не решаемся сделать вот это вот важное дело, неприятное, то у нас появляется какое-то чувство вины, чувство какой-то несостоятельности, потому что мы понимаем, что я не могу, я не могу, я не могу, почему я не могу, ну неужели я не могу, ну нет, я не могу это сделать. То есть вот эти негативные мысли, они очень нас самооценку понижают. Также мы мучаемся от того, что мы просто не можем себя заставить. Мы говорим, боже, ну что ж я такой слабак, я этого не делаю, а где моё второе я, которое сейчас заставит этого первого я всё-таки сделать. Поэтому на самом деле это не очень хорошее явление, не очень полезное, мягко говоря, а даже очень вредное для нашего собственного состояния, для нашей эффективности и вот для того, чтобы мы могли идти к успеху такими, можно сказать, большими шагами. Есть книга даже написана, автор книги-психолог Ноа Милграмм. Книга так и называется «Прокрастинация. Болезнь века». Поэтому, если интересно, можно даже открыть и почитать, потому что там действительно очень много интересных вещей описывается. Их, оказывается, есть ещё пять видов. Это бытовая, это когда мы действительно не можем... Не можем, не можем... Сейчас, вот, когда мы не можем дома начать какие-то дела, да, вот конкретно в быту. Надо убирать, я не хочу, надо помыть пол, я не хочу мыть пол, я хочу полить цветы, там, не знаю что, и вот, а я не хочу этот пол мыть, потому что у меня, наверное, болит спина или ещё что-то такое. То есть это обыкновенная вот бытовая, которая вот прям на таком бытовом уровне. Дальше идёт прокрастинация, принятие решений. Это когда человек не может принять решение элементарно, он может даже мучиться от того, что он не может придумать, что же ему сегодня съесть на обед. И это его тоже мучает, потому что нужно принять решение, купить себе обед или приготовить себе обед, поесть и забыть вообще, да. Вот. Потом есть невротическая такая. Это когда действительно человек не может принять решение, куда пойти учиться. Мы с этим тоже немножко сталкивались, может быть, некоторые, не говорю, что все, кто-то там с пелёнок уже знает, кем он хочет стать, да, там, выбрать профессию, там, кто-то не может решиться, жениться или не жениться, ищет там плюсы и минусы, да. Это тоже очень неприятное такое ощущение. Потом академическое, но с этим мы сталкивались все, когда мы до последнего оставляем свои, там, написание дипломки, контрольный, курсовой, не знаю, чего ещё, подготовки к экзамену, а потом начинаются сумасшедшие несколько суток, когда студент не спит ночами и всё делает, да. Это тоже прокрастинация, и она тоже понижает нашу эффективность, потому что мы иногда приходим на экзамен как выжатый лимон из-за того, что мы не спали, из-за того, что мы не сделали какие-то работы и всё покидали на последний момент. И компульсивная – это неспособность принятия решения с неспособностью приступить к работе, да, то есть это такая смешанная. Схема очень интересная, что есть дела, которые я должен делать, есть дела, которые я хотел бы делать, но есть дела, которые я прокрастинирую, вообще отодвигаю и мучаюсь от этого, да. То есть очень хорошо, когда дела совпадают, то, что я хотел бы, то, что я должен, они попадают в общую зону, и тогда у нас всё получается. Также в фитоменеджменте есть такой закон трёх. То есть из всех наших знаний только три составляют 90% нашей стоимости. И главная задача – определить эти три дела и просветить им большую часть своего времени. То есть каждый человек, за что ему платят, за что он может получить больше всего денег, что может ему принести больше всего пользы, вот это нужно в себе развивать и посвящать этому очень много времени. И таких, в принципе, таких задач, таких способностей, по большому счёту, достаточно выделить только три. Потому что, в принципе, только три из них, они нам и приносят пользу, наибольшую пользу, так скажем. Всё остальное в меньшей степени. Поэтому если мы их сможем выявить и выделить, и развивать это в себе, приумножить знания об этом, то именно это и будет нам приносить большую пользу. Например, для того, чтобы вот их выявить, очень легко сделать такой небольшой для себя тренинг, задать себе три вопроса. Если бы я целый день мог заниматься одним делом, то какое дело принесло бы мне больше всего пользы? То есть мы понимаем, польза – это не только финансово, но польза – это морально, наверное, душевно тоже, потому что заниматься чем-то, что нам неприятно, это тоже неправильно. Дальше второй вопрос. Если я мог бы заниматься двумя делами каждый день, какие два дела или какое дело было бы вторым, приносящим больше пользы? И мы выявляем, что ещё я умею, хочу делать и что является полезным, за что можно заработать, за что можно получить большую пользу, большее вознаграждение, скажем так. И третий вопрос. Если я мог заниматься только тремя вещами, то какое дело было бы третьим, приносящим больше всего пользы в моем бизнесе? И вот когда мы сможем выявить вот эти три дела, которые нам приятны, полезны, которыми мы могли бы заниматься бесконечно, оно бы нам не надоедало, не утомляло, то вот это и есть три наших дела, три наших, хотел сказать, компетенции, но, может быть, и можно сказать компетенции, которые нам принесут больше всего пользы и которые будут составлять наш успех. Смотрите, чтобы было понятно, например, менеджер, который набирает людей, какие его три самые главные способности приносят ему пользу, чтобы он назывался менеджером, чтобы он получил эту должность, он должен уметь нанимать людей, то есть провести какое-то собеседование, то есть нанять людей на работу, обучить их определенной работе и управлять этими людьми. Все, он менеджер. Вот три важных дела, которые принесут ему больше всего пользы, то есть за которые он получит свою зарплату в полном объеме. Вот эти три дела он должен уметь делать. Что делает продавец? Он умеет предложить товар, то есть сделать хорошо предложение, презентацию, то есть выявить людей, кому он делает предложение, провести презентацию и завершить сделку, то есть произвести эту сделку, потому что у продавца конечная цель – продать. И вот если он умеет красиво сделать предложение, то есть ассортимент, потом произвести презентацию и продать товар. Все, вот эти три дела продавца и будут кормить. Точно так же и, в принципе, у нас. То есть главное правило закона трех – это делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени, совершенствуясь в каждом. Это вот то, что я сейчас сказала. То есть мы берем три свои компетенции, развиваем их, кладываемся в них, совершенствуем их для того, чтобы у нас вот прям четко-четко все получалось. Если мы подумаем про нас как участников проекта, то мы понимаем, что для того, чтобы мы смогли построить структуру, у нас есть определенное количество каких-то задач, которые мы выполняем для того, чтобы у нас произошла сделка, для того, чтобы мы построили команду, все остальное. Поэтому мы учимся или даже так, нам приходится делать, то есть приглашение на вебинары, организация встреч-презентации, телефонные переговоры, презентация технологии конкретно, проведение вебинаров может быть. Кто у кого-то получается очень хорошо мотивировать, приглашать в бизнес. Кто-то хорошо работает со структурой, там система оповещения, какие-то собрания, какие-то вот мы прям, может их мотивировать, и чтобы структура прям такой командой работала. У кого-то очень хорошо получается презентация маркетинга, кто-то умеет работать со заражениями, прям вот у него как семечки. У нас есть прям такие люди, которые продавцы, которые никогда, ну давайте не будем говорить никогда, но 90% продаж у них получается, то есть 90% встреч заканчивается сделкой. И если, допустим, у кого-то что-то лучше получается, очень хорошо, когда мы в команде это выявляем, и мы можем, допустим, на встречу прийти вдвоем. Кто-то прекрасно расскажет о технологии, а кто-то шикарно расскажет о маркетинге, сумеет так заинтересовать, что человек уже просто как бы без сделки не уйдет, то тогда можно прям вместе, вместе работать парами, работать тройками, и таким образом помогать друг другу. Можно делать так, как мы уже, в принципе, давно так делаем, и я всегда своим людям говорю, что, допустим, одна берет новичка за руку, вторая берет новичка за руку. То есть одна умеет хорошо, допустим, сделать презентацию или там по телефону переговорить, пригласить, вот все. Одна пригласила, пришли, сделала презентацию, вторая рассказала о маркетинге, рассказала о бизнесе, о том, какая у нас структура. То есть каждый делает то, что он умеет делать лучше всего. Но у них есть не обидно, у одной человек и у другой человек, да, и они друг другу помогли. И вот эти люди новенькие, которые пришли, они прослушали качественную презентацию, потому что человек это умеет очень хорошо делать. Этот человек их хорошо промотивировал, допустим. Они получили четкое-четкое понимание, как быстрый наш маркетинг, как можно заработать, как можно создать команду, да, потому что это тоже сделал человек, который шикарно умеет это делать, потому что это как раз-таки входит вот в эту вот тройку его компетенций, которые он делает лучше всего. Поэтому это тоже такой вариант, когда мы можем вместе сделать, каждый сделает то, что он умеет лучше всего. И тогда, получается, выстрел не будет холостым. Вот. Главное правило тайм-менеджмента – это невозможно переделать все дела. Невозможно. Не нужно писать список из ста дел. Мы можем сидеть и вот написать, и радоваться. Ох, как я сейчас, какой я список сделала, да, у меня целых ста дел, да, я сейчас их переделаю. Ну, не получается так. Лучше выявить, вовремя определить главное какое-то дело, выявить его и написать. Вот пусть лучше это будет три какие-то важные вещи. Мы лучше потом их распишем, то есть, ну, разобьем на подзадачи какие-то, да. Но мы четко понимаем, что вот если мы это запланировали на определенный промежуток времени, то мы точно его сделаем. Мы проанализируем и понимаем, да, у нас времени хватит. Не нужно писать огромные списки. Лучше последовательно выявить главное. Сделали, потом мы смотрим, из того, что у нас осталось, опять выявили главное и поехали. Также существует еще такой закон принудительной эффективности. То есть, он звучит так. На все времени никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. Вот когда мы это самое важное научимся выявлять, не сто дел, а самое важное, да, вот тогда у нас и будет получаться. То есть, важно сделать в первую очередь именно то, что принесет наибольшую выгоду и результат. Вот это самое важное, да. То есть, и тогда мы, пусть мы даже заставим себя принудительно это сделать, выявили, поставили на первое место, заставили себя это сделать, но у нас будет вот этот весь процесс эффективным. Да, мы принудили, заставили себя это сделать, это и будет принудительная эффективность. Но, опять-таки, как только мы это сделали, и мы увидели, какое важное дело, сколько пользы оно принесло, какой хороший положительный результат мы получили, у нас сразу повышается самооценка, у нас сразу какой-то энтузиазм появляется, да, бодрость какая-то. Вот, и силы, силы для того, чтобы делать что-то следующее. Очень важно доводить дело до конца, потому что даже статистика показала, что если мы бросаем дело, а потом возвращаемся к нему снова и снова, то наша эффективность снижается практически в пять раз. То есть, если мы начинаем одно дело, не нужно его останавливать на половине, нужно его доделывать до конца. Да, мы тоже так бывают, начнешь что-то делать, ладно, потом доделаю, потому что у меня что-то появилось более важное, побежал туда, вернулся, ой, на чем я остановился, ой, с чего мне начинать, да, и мы теряем свое время. Вот. Есть такой метод Эйзенхауэр, который описал тоже, как можно разделить на четыре группы свой список дел. Ну, представим, что мы действительно написали почти сто дел, и мы понимаем, что нам даже по приоритетности их сложно выстроить вот так вот визуально, да, давайте будем их делить на четыре группы. Тогда вот нам вот этот метод очень поможет. Если мы расчертим листочек на четыре квадрата, и у нас получится первый квадрат, первая зона, значит, а, и вот смотрите, по горизонтали мы пишем срочные дела, не срочные, по вертикали важные и неважные. Сейчас я посмотрю, как у меня. Видно ли у меня мышка. А, вот она, да. Вот она у нас. Вот. Срочные, несрочные, важные и неважные. И вот, когда мы вот в первой зоне, в первую зону, мы заносим, начинаем заносить сюда свои дела, то есть в первую группу, скажем так. То есть это первостепенные задачи. Это срочные и важные дела. И мы понимаем, что любая попытка отложить такие дела на потом создаст для нас ненужные проблемы. То есть дела, которые мы отложить не можем. То есть их нужно приниматься, делать прям немедленно. Их необходимо выполнять. Все. Следующая группа, у нас получаются дела не срочные, но важные. Мы эти дела должны распланировать. Это то, что можно сделать не сегодня, а завтра. Но сделать его все равно нужно. То есть это те дела, которые можно отложить, но не так отложил и забыл, да, а конкретно в планировании, в нашем, просто перенести его не с сегодняшнего дня, а, допустим, на завтра или послезавтра. Но мы четко получаем, понимаем, что мы его все равно обязательно выполним. И если мы его не выполним, то как бы в долгосрочной перспективе у нас все равно могут быть какие-то проблемы и неприятности. В третью группу у нас попадают дела срочные, но неважные. Это такие дела, которые можно минимизировать, которые можно делегировать кому-то другому, можно уменьшить их количество, да, то есть это то, что мы уже начинаем, как бы, высвобождая свободное время, эти дела можем перепоручить кому-то другому. Или также в этом списке у нас могут появиться дела, которые и несрочные, и неважные. И мы начинаем думать, насколько нам это нужно. То есть, может быть, нам вообще не нужно это делать, потому что хоть мы сделаем, польза никакой не будет, это будет что-то такое вот, просто трата времени, да, вот, не знаю, человек хотел, надо в соцсети зайти посмотреть, кто там что пишет, да, но не совсем это важное дело, если у нас распланирован день, и у нас есть прям какие-то действительно серьезные вещи. То есть, если мы это не сделаем, ничего страшного не произойдет, и если мы это сделаем, то пользы мы тоже никакой не получим. Поэтому эти дела мы можем смело вычеркивать, и таким образом список из наших ста дел уже уменьшится. Вот, также нужно уметь говорить нет. То есть, прекратить делать вот эти маловажные вещи, это то, что у нас как раз попадает в этот четвертый список. То есть, говорить нет и делам, и говорить нет людям, которые нас о чем-то просят. Вот, потому что если мы научим говорить это нет, мы очень много времени сэкономим. и когда мы говорим нет, то есть, нужно учиться отказывать людям, когда кто-то нас о чем-то просит, вы понимаете, что вам на это действительно, вам это делать и не хочется, потому что для вас от этого никакой пользы нет, для человека никакой пользы нет. Человек просто хочет приложить на ваши плечи что-то там, или, может быть, он вообще вас зовет, пошли попьем кофе, и там обсудим какие-то сплетни, какие-то новости в интернете появились, и вы понимаете, что вам это неинтересно, вы не хотите на это тратить время, и вы говорите нет, потому что вы говорите нет не конкретно этому человеку, вы не человек от себя отталкивает, вы говорите нет вот этому делу, вот этому занятию, на которое вас приглашают, то есть, но, если мы научимся говорить нет, у нас действительно появится свободное время дополнительное. Даже можно, знаете, составить такой рейтинг занятий, который называется, «Я больше никогда этого не буду делать», когда мы проанализируем, на что мы тратим время, что не приносит нам никакой пользы вообще, а жизнь-то наша проходит, да, то этот список можно вот прям внести. Например, я сказала, «Я не буду в соцсетях сидеть и листать эту ленту», и когда я поняла, что у меня не получается, я, допустим, была когда-то зарегистрирована там в ВКонтакте, в Одноклассниках, вот, я просто взяла оттуда удалилась, я просто удалилась, потому что я поняла, что мне трудно не зайти, и когда я открываю телефон, а там горят уже оповещения, что несколько там каких-то новых сообщений появилось, каких-то, но несколько новых новостей, да, и начинаешь просто автоматом это все равно все прокручиваешь, поднимаешь глаза и видишь, сколько прошло времени, вот, поэтому я просто удалилась оттуда, это тоже получается, что я, как бы, вот эти соцсети у меня попали в список дел, которые я больше никогда не буду делать, но у нас у каждого свое, вот, также очень важно хороший отдых, поэтому мы планируем не только бизнес, но и все домашние дела и отдых тоже, отдых, отпуск, время, которое мы проводим с детьми, прям, если там, допустим, у молодого папы есть двое мальчишек, то он прямо может написать, что там в какой-то час мы идем гулять и мы играем с сыновьями в футбол, все, это тоже инвестиция в будущее, это инвестиция в детей, это очень важное для человека дело, для того даже, кто это делает, да, поэтому все нужно планировать, когда у нас распланированы и домашние дела и отдых, у нас тоже получится так, что у нас и для важных дел тоже останется время, вот, очень важно, если мы планируем какие-то, вот, допустим, опять возвращаясь к проекту нашему, планируем какие-то звонки или какие-то встречи, помимо того, что у нас есть какая-то основная работа, да, то очень удобно это делать в пятницу, примерно после обеда, когда вся неделя у нас уже важные дела выполнены, мы отработали, мы сделали все здорово, успешно, у нас хорошее настроение, да, но мы еще не выключились, еще не начался выходной, еще не началась суббота, мы еще находимся в таком ресурсном состоянии, да, это пятница, все равно уже последний такой рабочий день, но тем не менее после обеда мы можем подумать, мы еще в состоянии думать, да, вообще не приключились на полный отдых, какие важные дела мы планируем на следующую неделю, и там, допустим, расписываем там, кто на неделю пишет, ну, допустим, если ежедневник такой, да, мы уже какие-то дела расписываем сразу, пусть это будет по одному важному делу на каждый день, но мы знаем, что мы о них подумали, мы их распланировали, и мы четко понимаем, что и когда мы можем сделать, чтобы это было успешно и эффективно, да, то есть в пятницу очень хорошо планировать следующую неделю, в воскресенье, поверьте, очень сложно вообще включиться и подумать, что же я буду делать в следующую неделю, вот, ну, и, конечно, используем ежедневники разного вида, они бывают, ну, разные-разные, кто-то, допустим, может прям расписывать все по часам, ему прямо очень важно, да, вот прям по времени, кто-то просто берет листок и пишет там одна страница на, ну, примерно на один день, и мы ставим сначала главную задачу на день, потом какие-то там несколько второстепенных задач, и дополнительные, мы понимаем, с чего нам начинать этот день, да, и чем этот день закончим, то есть, сами понимаете, планеров очень много, кому-то удобно просто писать список, вот я, например, пишу список, у меня не получается там сесть, продумать какие-то задачи, я четко понимаю, я пишу список, и я этот список постоянно просматриваю, и я вижу, что мне важнее, когда весь список уже есть, я понимаю, так, что из этого я сделаю в первую очередь, вижу у нас, ну, какие дела, я понимаю, сколько займут времени, и я люблю вычеркивать, то есть, я люблю список и отмечать то, что я сделала, то есть, каждый для себя, в принципе, выбирает любой способ, какой вам удобный, какой вам комфортный, вот, но каждое законченное дело, которое вот мы вычеркнули, оно становится источником энергии, энтузиазма, уверенности в себе, то есть, когда мы понимаем, что мы сделали это, у нас, кроме самооценки, да, у нас появляется энтузиазм, браться за следующее дело, да, это заряжает нас какой-то энергией, мы, появляется такое чувство удовлетворенности своей работы, вот, далее, когда мы начинаем на регулярной основе этим заниматься, то наш мозг запоминает вот это состояние счастья, да, что здорово, я сделал, как классно, и вот эта вот эйфория какая-то появляется, появляется какой-то, знаете, гормон счастья вырабатывается, потому что я действительно, ну, здорово, что я это сделал, да, я запланировал, у меня получилось, это, может быть, не описать словами, но все мы с этим сталкивались, когда мы что-то наконец-то сделали, очень важное, у нас все получилось, мы там никуда не опоздали, да, то у нас очень хорошее такое внутреннее ощущение вырабатывается, вот эти гормоны, мы их называем гормоны счастья, да, и вот когда у нас это на регулярной основе, у нас уже, можно сказать, положительная зависимость начинает развиваться, и нам хочется еще и еще, еще что-то запланировать, сделать, порадоваться, опять запланировать, опять сделать, это как в спорте, берутся вершины, победа, первое место, награда, здорово, и он все, ставит следующий барьер, повышает планку, и пошел, пошел, поэтому, когда наш мозг уже будет, к этому уже привыкнет, то у нас появится желание ставить еще большие цели, у нас появится желание какие-то большие планы расписывать, да, выполнять более сложные задачи, особенно, когда мы учимся выходить из зоны комфорта, и у нас все это здорово получается, вот мы боялись, боялись, но наконец-то все, я вышел, я молодец, я смелый, да у меня еще и получилось, классно, все, я дальше выхожу, еще дальше, да, то есть даже когда-то на каком-то тренинге мы рисовали такую схему, маленький круг, это моя зона комфорта, потом чуть-чуть побольше круг, первые шаги, это выход из зоны комфорта в полукомфортную ситуацию, да, а потом следующий круг, который для нас, который находится внутри вообще какой-то недосягаемый, некомфортный, мы вообще его боимся, это зона страха, да, и когда мы понимаем, что мы постепенно из одной зоны в другую делаем, делаем шаги, это вот как раз то, что дает нам энтузиазм, дает нам уверенность в себе, и от этого повышается наша эффективность, наша личная эффективность, эффективность в нашей работе, которую мы выполняем, ну естественно это ведет к успеху, то о чем с чего мы начинали, первые шаги ведущие к успеху, то есть правильные шаги ведущие к успеху, вот, есть еще такое, можно сказать, практическое задание, и я его рекомендую выполнять, особенно новичкам, особенно тем, кто этого никогда не делал, это полезно, потому что это очень наглядно показывает, что нам нужно планировать, что нам нужно изменить в своем, планировании, для того, чтобы мы были более эффективны, берем неделю, в ней 168 часов, и попробуем построить такую диаграмму, кто-то может быть умеет это делать на компьютере, можно это совершенно от руки примерно сделать, вот, выписать все дела, которые мы делаем в течение недели, вплоть до того, сколько мы времени спим, сколько мы времени чистим зубы, делаем какие-то процедуры, принимаем душ, вот, сколько времени мы разговариваем с детьми или делаем с ними уроки, если мы готовим кушать дома, там, женщины больше готовят, мужчины меньше, то мы прям считаем, сколько в день мы готовим, и сколько времени у нас на это уходит, если у нас есть еще какая-то дополнительная работа, то вот сколько часов мы проводим на работе, сколько времени у нас забирает дорога, когда мы едем до работы, то есть, и что у нас остается на спорт, на прогулки, на отдых, на хобби, на друзей, на детей, на родителей, да, то есть посмотреть, как мы вообще распределяем свою неделю, и когда вы наглядно увидите эту диаграмму, многие из вас ужаснутся, как это сделала я, я поняла, как мало, допустим, времени у меня уходит на хобби и на отдых, как мало времени, оказывается, я общаюсь со своими детьми, потому что в моем понимании, они уже взрослые, они уже самостоятельные, ну, я же беседую, я же с уроками помогаю, да, да, с уроками помогаю, но им нужно просто посидеть, просто поговорить, то есть это своего рода уже отдых, это одно, это и общение, и вот эта часть отдыха, она оказалась, ну, очень важной, и у меня она оказалась очень маленькой, вот, и дальше, дальше вы можете сделать такую же диаграмму и нарисовать, как бы вы хотели, чтобы распределялось ваше время, сколько бы вы хотели времени уделять спорту, сколько бы вы хотели времени уделять хобби, сколько бы вы хотели уделять времени работы, и когда вы увидите, какие секции вам в какую сторону нужно изменить, что-то расширить, а что-то уменьшить, вот тут как раз вы четко сможете себе представить, как вам нужно распланировать свой день, свою неделю, свой месяц. Вот эти диаграммы, они вам подскажут, какие дела важные для вас нужно убрать, или какие дела, вернее, ну, важные, конечно, добавить, скажем так, да, то есть важные дела нужно добавить в этот план, и какие дела нужно убрать. И как раз в это же время вы получаете четкий план действий, что, в принципе, как мы сказали вначале, увеличивает эффективность на 25% и экономит время, экономит, сохраняет время, высвобождает время для более важных дел. Вот эти две диаграммы, они, в принципе, очень помогают. Делайте то, как у вас сейчас распределено время, и то, как бы вы хотели распределить это время, чтобы вот на ваш взгляд это было эффективно. И действительно это принесет пользу. Я всем вам желаю хорошего вечера. По этой теме я сказала практически все, что я хотела. Но иногда приходят какие-то новые мысли, и поэтому как бы на следующем вебинаре на эту же тему я могу привести другие примеры или озвучить какие-то новые мысли или что-то новое, что я еще по этой теме нашла, почитала. Да, их я поделюсь с вами. Поэтому подключайтесь и просматривайте предыдущие части, приглашайте новичков и желающих людей, желающих ваших партнеров, желающих строить какую-то структуру и создавать какую-то команду и научиться. Научиться действительно работать, научиться планировать, научиться ставить цель, научиться делать телефонные звонки, научиться делать презентацию. Мы все очень подробно как раз на этих вебинарах по дубликации разбираем. Я благодарю вас за внимание, за то, что были сегодня со мной вечером. Я знаю, что очень многие люди, много просмотров потом этих роликов и мне пишут отзывы. Благодарю всех, кто просматривает, кто обсуждает, кто пишет мне, кто задает вопросы. Мне просто звонят, потому что мой телефон доступен для наших партнеров. Желаю вам всем сегодня хорошего вечера и до следующего четверга. Увидимся в следующий четверг. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.